И как всем привет дорогие друзья, с вами Игорь Фатиев и сегодня мы разберем такую криптовалюту как Мэйна. Она находится на 27 месте по капитализации и имеет около 800 миллионов долларов капитализации. Стоимость ее на данный момент составляет около 6 долларов и ее абсолютно максимальная стоимость была, доходила до 35 долларов. Вот что хочется сказать по этой криптовалюте. Первонаперво многие не поймут, что это за криптовалюта, а это прежде всего криптовалюта Raid Blocks. Просто она потерпела Red Blading и в результате которого она просто изменила свое имя на Nano. И это было правильным решением, поскольку предыдущее название оказалось слишком сложным для восприятия. Ну хотя Raid Blocks я не скажу, что это прям как-то сложно для восприятия. И типа смена названия по большому счету ничего не играет. Просто необходима технология. Если у криптовалюты есть технология, то ты ее назови, хоть не знаю, щиткоин. И если она имеет технологию, она так или иначе рано или поздно войдет в топ-30 криптовалют и осядет там очень надолго. Закрепится, если там есть опять-таки, повторюсь, технология. Стартанул проект в прошлом году и потом, значит, был Red Blading. Мы видим вскоре взлет. Это на 34 доллара, как я уже говорил. В social, в твиттере у нас активность не очень. Но мы видим, что разработчики все-таки работают над этой криптовалютой, улучшают технологию, что-то стараются делать. Потому что, ну, 27 место в списке криптовалют это вам не хухры-мухры, да. И, соответственно, давайте поговорим об особенностях этой криптовалюты. Общая информация, то есть многие криптоплощадки совмещают в себе массу функционала. Это и платежи, и умные контракты, и возможность перевести акции в токены. Нано пошла, конечно же, другим путем. Можно сказать, что это платежная система на блокчейне. Ничем другим она не занимается. И это прекрасно. Получается, что разработчики сосредоточились на создании идеального EPS для каждого. И, главное, три преимущества NaNo следует выделить. Возможность переводов в реальном времени они будут осуществляться мгновенно. Никаких комиссий и прочих взысканий. Вот это очень интересно, потому что на что в итоге будет жить система. И на что в итоге будут выплачиваться сотрудникам деньги, да. То есть команде. Это очень интересно. Хотелось бы копнуть. И третье. Эта сеть масштабируется и подстраивается под потолок пользователей. Кстати, NaNo не сразу заимела данное название. Это я уже говорил. Перспективы, каковы на будущее. Уже после создания платформы, NaNo разработчики провели эффективную рекламную кампанию. Они сделали правильный выбор в функционале, поэтому получили признание. А также большое количество пользователей за короткое время. Ничего удивительного, ведь всем нравится моментальный перевод без комиссий. В итоге узконаправленная NaNo завоевала доверие и успех в общей индустрии. Стоит сказать также про безопасность. Защита достойная. Потому что этому факту, фактору уделялось особое внимание. В отличие от йоты, которую там взламывали, седы, вот эти самые. У NaNo такого нет. И всего выше сказанного выходит, что NaNo является отличной, эффективной и практичной платформой для активной работы. Ну, доказательства этому капитализации. Ну, также хочу добавить, что это любимая криптовалюта создателя Litecoin, Чарли Ли. Ему тоже нравится эта криптовалюта. И он в Твиттере писал о том, что он инвестировал часть своих средств в эту криптовалюту. Потому что технология действительно хороша. Ну, в общее количество монет 133 миллиона. На данный момент имеется у нас два сайта. На этих сайтах, естественно, мы можем ознакомиться с разработчиками Team. Мы видим всех этих разработчиков, что они представляют. И всегда, кстати, всегда среди разработчиков окажется одна женщина. Это вот по-любому. Ладно, хорошо. Ну, с этим можно будет на досуге ознакомиться с каждым из них. Ну, и также криптовалюта имеет, значит, стильный сайт. И имеет, конечно, кошельки. Есть iOS и Android Wallet. Есть кошельки и есть кошелек для компьютера. Непосредственно мы можем скачать. Это все синхронизируется. И на холодном... Холодный кошелек – это вот просто будущее криптовалют. И вообще, если вы верите технологию и все всегда топитесь за технологию, то имеет смысл, конечно, инвестировать. Что касается инвестиций, наверное, конечно же, как и все криптовалюты на данный момент практически, да, все имеют неплохую стоимость, потому что максимальная ее стоимость была 34 доллара. И мы можем сказать, что средняя – это 15, а сейчас она стоит 6. Это вполне-таки привлекательная цена для инвестиций. Я склоняюсь к инвестированию этой криптовалюты. Почему? Потому что имеется холодный кошелек, потому что сейчас привлекательная цена. И в-третьих, опять-таки, разработчик Litecoin, Чарль Ли, захолдил, опять-таки, в нейно часть своих средств. Это тоже не может не радовать. Вот. Ну, в принципе, вот такие дела, такие разговоры. Я считаю, что криптовалюту еще ждет будущее. Она однозначно обновит свой максимум, потому что, когда быки зашли на рынок, ее капитализация была 4,5 миллиарда долларов. И на данный момент, конечно, она очень сильно просела. И это хороший шанс ее взять. Но, опять-таки, хочу заострить ваше внимание. На данный момент у нас 14 апреля. И я бы не торопился заходить на рынок, потому что что-то у меня такое предчувствие, что это какая-то ловушка. И в один момент, на данный момент, просто рынок взяли и помпанули. И это действительно очень настораживает. Я как бы не отказываюсь от прогнозов биткоина, что он пойдет на 6. Потому что здесь был просто дикий памп. Это видно, это практически заметно. Ну, а там можете решать сами. То есть, можете подождать. Можете заходить частями, как это делают более такие продвинутые инвестора, а не новички. И можете как бы зайти и посмотреть, подождать, что будет. Вот, криптолюта неплохая. За холодный кошелек огромный респект. И за технологию, за транзакции, за то, что не будет ни их комиссий. Тоже огромный респект, огромный плюс. И я думаю, что это все будет еще развиваться. Ну, а с вами был Игорь Фатиев. Всем удачи, всем пока.